Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дарина Маркина написала в своем микроблоге, что ее не пугает Слава Никита Кузнецова как ловеласа. Она чувствует его искренность, но все-таки пока полностью не доверяет ему. Именно по этой причине у них пока нет интима. В недавнем эфире показали, что новенькая Анастасия Зубова и Роман Баранчук, которые в первый же день знакомства заселились, уже разочаровались друг в друге. На острове любви Лилия Четрару выставила требования Сергею Захарьяшу. Она его простит и снова будет с ним, если он сбреет себе брови. А ведь совсем недавно самой Лилии пришлось сбривать брови. В конце марта она обещала, что если вернется к Захарьяшу, то побряется на лысо. В итоге парочка снова помирилась, но ведущие разрешили Четрару вместо обещанного сбрить брови и то наполовину. Иосиф Аганесян, который пришел к Саше Черно, уже вовсю флиртует с другими девушками. В интернет просочилась информация насчет Саши Черно. В ближайший год ее ждут кардинальные перемены, и поэтому в 2017 году ее точно не выгонят с проекта. Ей придется отработать вложенные в нее средства по полной программе. Черно будет рекламировать чудодейственные средства для похудения, а также клиники пластической хирургии. Антон Шоке опубликовал старую фотографию. Вот таким я уезжал в приемную семью в США, подписал он снимок. Лера Фрост, которая находится на Сейшелах, предложила Захару Саленко прилететь к ней на остров. Многие считают Захара ветреным. Он напоминает молодого Никиту Кузнецова, который перепробовал на проекте всех девушек. Супруга бывшего участника Дома 2 Александра Моисеева рассказала о своем знакомстве с ним. Она смотрела Дом 2 по телевизору, он ей нравился. Затем она добавила его в Инстаграм, лайкнула фотографии. Моисеев отреагировал, написал ей привет. Общение закрутилось, ребята встретились и больше уже не расставались. Саша Гозиас написала неприятные вещи про Ольгу Бузову. «Я ей не завидую, вся ее жизнь состоит из лайков и комментариев. Ее бросил хороший мужик. В 30 лет у нее нет ни ребенка, ни котенка. Она всем лапшу на уши вешает. А вот такие дурачки есть, которые ведутся». Костя Иванов тоже написал пост, который многие сочли намеком на то, что Бузова не была верна Дмитрию Тарасову. Непонятно, то ли Гозиас и Иванов пиарятся за счет ведущей, то ли они мстят ей за то, что вынуждены были уйти с проекта. Тата Абрамсон зря времени не теряет. Она прошла обучение и получила международный сертификат с правом работы мастером перманентного макияжа. Алена Водонаева совместно с американским брендом косметики выпускает линейку помад. Катя Жужа, которая недавно рассталась с Олегом Винником, вкусила все прелести свободной жизни. Она приняла участие в откровенной фотосессии в стиле БДСМ. Недавно Ксения Бородина решилась на ринопластику. Ведущая поделилась с подписчиками свежим снимком. Многие отмечают, что Ксюша лишилась своей изюминки и стала выглядеть гораздо хуже. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.